Пока герой Кубы Фидель Кастро ставил подпись, в результате которой стал премьер, министром. В это время в деревне Тукай рождается мальчик по имени Толя, то есть я. Самый долгожданный сыночек моих родителей. Ой, стоп. Оказался я не один в семье, а у меня есть старшая сестра Капа. Я рос в экологичных условиях, кругом леса, поля, грибы и ягоды. Народу в деревне живет мало, тишь да гладь. Так что я живу хорошо, греюсь на печке и ем пироги. Вот завели корову-волжанку и всякую другую живность. Жить в деревне стало как-то веселее. Край, любимый край, заветный мой. Край, что я зову родной землей. Как-то раз крестный нашел лосенка, маленького такого и беззащитного. Мы с отцом решили его пригреть, откормить и заселить на новую жилплощадь в сарай. Шли дни и месяца. Лосенок теперь стал не лосенок, а огромный большой лось. Мать и отец решили отдать моего лося в зоопарк. Как смешно бы это ни звучало. В итоге это у них получилось. Жалко было всем. Ходил в школу, учился хорошо. Ну а как, если отец директор школы? Тут моей семье пришла гениальная идея познать просторы России. И мы переехали в небольшой город лучших часовых мастеров. Все шло хорошо. Новые друзья Володька и Колька. Новая школа номер 17, где опять работает мой отец. Бонусы в копилку. И тут я решил стать настоящим пацаном двора. Теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицей, а кругом враги. В то время была мода клеш и джинсовой одежды. Мы варили джинсы, скручивали, перетягивали, вываривали в уксусе. А затем еще и лейбл зачастую пришивали. Для пущей крутизны. Мать, помню, все удивлялось, как мы одевались и держалась за голову. Я тщательно следил за модой, подражал английской поп-культуре. Даже прическа под бетлов. Вот подошел мой призывной возраст в армию. Переподготовку я прошел десантником, но перераспредели меня в чуждую для меня страну Германию. Это мои счастливые годы, проведенные в армии с сослуживцами. Вернулся на родину другим человеком, в импортных вещах. Диковина в то время. Не забыл и про подарки своей любимой семье. Армия, конечно, меняет, но стиль одежды мой еще больше укрепил веяниями ГДР. И тут я увидел ее. Я, конечно, ее видел раньше, гуляли в одном дворе, но тут на танцах она была лучше всех. Я ее жутко ревновал и бился с другими пацанами, которые ее приглашали на танцы. Итог. Свадьба. Готовились к ней тщательно, не хотел, чтобы было как у всех. Заказали мотоциклы для сопровождения, одежду заказывали в Казани. Все под европейский стиль. Искали розы. Тогда найти их было сложно, но все вышло отлично. Конечно, было пару нюансов. Прическа моей будущей жены вышла, мягко сказать, не очень, в стиле гаврош. Но я ей это не сказал. Обошлось. Прошло все замечательно. Гуляли всей семьей. Это свадьба, свадьба, свадьба пела. И плясала, и мы эту свадьбу вдаль несли. Широко этой свадьбе было, места мало. Мы решили уехать из маленького городка в город, названный в честь основателя, князя Ярослава Мудрого. Ярославль. Спросите, а почему туда? А черт его знает. Родилась дочка. Души в ней не чаяли. Потом вторая. Хотел пацана, но получилось, что получилось. Одевал я их по всем тенденциям моды. Впрочем, как и себя. Прическа у меня была брутальная, называлась Площадка. Видимо, фильм Терминатор на меня повлиял. Я приносил пиратские кассеты с фильмами. Вечернее время проводил с семьей. За просмотром фильмов на видеодвойке. Айва. Крутая была вещь. Ходил в местную качалку. Было престижно. Ясень пень, что чисто для своих. И надо было соответствовать. Помню у всех эти постеры. С изображением Шварца. Эталон красивого тела. Выдал замуж сестру капку. Ну, наконец-то. Засиделась в девках. Дальше. Заработал на свою первую машину. Ну, не совсем первая, скорее, любимая черная Волга. Волжанка. Как моя коровка. Блин, вспомнил коровку, чуть не прослезился. Потом заработал на четырехкомнатную квартиру, в которой долго прожили. Помню свою итальянскую мебель. Мою любимую собаку. Фото до сих пор храню. Отмечу поездку в Америку. Долго был там. Поездку в Китай, которой я горжусь. Ездил по работе. Конечно, повидал и многие другие страны. Не заметил, как и дочки подросли. Уехали от нас. Младшую выдал замуж. Старшая до сих пор думает. Жизнь бежит. Не заметил, как стал дедом. Родились двое внуков. Очень хотел пацанов. Конечно же, они в меня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Подошел к концу мой рассказ. Семья у меня дружная и большая. Всегда есть, что рассказать. Так что не прощаемся, а ждите мой следующий юбилей. Твой любимый мой брат. Поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира, добра. Всех благ. Люблю, целую, твоя сестра. Крестный, поздравляем тебя с юбилеем. Хотим пожелать тебе, чтобы здоровье никогда не подводило, и все задуманное непременно сбылось. Дядя Толя, с днем рождения. Толя, с днем рождения тебя поздравляем. С юбилеем, 65 лет. С юбилеем поздравляем. И желаем главного здоровья, счастья, успехов в работе, в огороде, благополучия в семье, радость внукам. Всех-всех благ. Пусть ваше желание исполнится. Приезжайте к нам в гости. Мы вас очень любим и ждем. И еще раз с днем рождения и юбилеем. Целуем вас. С днем рождения. С днем рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова